Я староста, куратор, участник Совета студентов и эсперантов по направлению культмасс, менеджер волонтерского центра, руководитель студенческой организации про знания. Мы активно занимаемся педагогической деятельностью и активно принимаем участие в профессиональных конкурсах. Я профессионал, урок для учителя. И вот в этом году поучаствовала в конкурсе учитель будущего студента. Знала про этот конкурс до этого, но в этом году и впервые была реализована именно программа для студентов. Решила попробовать свои силы, посмотреть, пройду, не пройду. Я занимаю должность председателя Совета студентов и эсперантов Московского городского педагогического университета. Я являюсь старшим куратором своего института. Занимаюсь, в принципе, наверное, с первого курса всей внеучебной деятельностью. На чемпионат WorldSkills впервые меня пригласил мой преподаватель. В этом чемпионате я участвую уже три года, и только спустя три года мне удалось завоевать первое место в финале. Всю свою деятельность в университете я посвятила мероприятиям, ивентам, и сейчас я проект-менеджер с Берри. Если попытаться сформулировать в одно-два слова, что есть Московский городской педагогический университет, то я бы сфокусировался на одном слове. Это слово «человек». Это звучит немножко патетично и так даже почти поэтично, но на самом деле это очень прагматичный подход. Потому что современная система образования – это система образования про то, как мы целенаправленно можем человека развивать, как можно развивать его потенциал, наказывать его возможности. В этом смысле, как можно развивать его свободу, самоопределение. В этом смысле, это связка человек, потенциал, свобода. Просто учиться, наверное, неинтересно. Я, поступая в Московский городской, поняла, что вообще почему я сюда поступила. Я хотела заниматься внеучебной деятельностью. И на первом курсе в феврале я поступила в школу студенческого актива. И развивалась в сфере гибких навыков, развивала себя как не просто специалиста по какой-то области, но и как человека. Я развивала свои навыки как оратора, как руководителя, как руководителя проектов. И ШСАА дала такой огромный толчок для меня. Это все наложилось на пандемию и на учебную деятельность, на предмет социального проектирования. Я решила объединить свою любовь к неучебке и к тому, что я перфекционист и хочу хорошо учиться, получать пятерки. Я применила те знания, которые были получены на школе актива, также на форумах, которые я посещала от МГПУ. И вот так это все родилось и стало развиваться, развиваться, развиваться. И в какой-то момент мы просто с командой поняли, что уже не можем отступиться. И решили идти дальше, попасть в конкурс «Добровольцы России», попасть в другой конкурс «Добровольцы Москвы» и создать студенческую организацию. Я думаю, что участие в любых конкурсах, в первую очередь, это участие для личностного роста, потому что как только есть определенные личностные результаты, появляются профессиональные достижения. Когда ты понимаешь, что это возможно, что здесь ты с кем-то познакомился, здесь ты выступил публично, то легче уже начинает и работаться. Особенно для учителя, когда он постоянно взаимодействует с людьми, общение с новыми представителями из разных регионов, новые форматы, выезды куда-то, это определенный челлендж. И когда ты постоянно в этом крутишься, то ты уже не боишься войти в класс, ты не боишься каких-то нестандартных ситуаций, потому что, с одной стороны, ты уже много что видел и считаешь, вроде что ты все знаешь. Но, с другой стороны, ты понимаешь, сколько еще всего впереди ждет, и ты это воспринимаешь не как трудность, а как испытание, которое можно пройти, и можно изучить его, и получить определенную пользу для себя, и помочь кому-то. Совет студентов и аспирантов МГПУ в целом занимается внеучебной деятельностью студентов. Это очень многоаспектная такая деятельность, которая включает в себя как защиту прав, так и организацию проектов мероприятий. Но в последнее время, наверное, проектная деятельность занимает большую часть внеучебной деятельности всего нашего университета. И, конечно, к нам за помощью обращаются, мы помогаем ребятам. Но главной целью Совет студентов и аспирантов все-таки является защита прав и интересов наших студентов. И, на самом деле, это очень важно, потому что с развитием организации, с развитием, в принципе, направлений во внеучебной деятельности, очень много становится вопросов от администрации к студентам. Почему, зачем, как, куда. И мы пытаемся, и у нас, в принципе, наверное, удачно получается урегулировать все эти вопросы, чтобы не было каких-то недопониманий между студентами и администрацией. Мы разрабатывали уроки, показывали мастер-классы, писали тематические планирования, создавали 3D-модели. Мы работали с конструкторами, а именно конструктор нейроинженерия, то есть считывание импульсов и потом обработка этих данных. Даже писали методические рекомендации к вот этому новому конструктору. Это было очень интересно, местами напряженно, но этот конкурс дает необычайный опыт и возможность проверить свои способности, свои навыки. Начиная с 9 класса, я была абсолютно уверена в том, что я стану директором школы, а до этого я буду преподавать русский язык и литературу. Это была моя мечта. Я хорошо сдала ЕГЭ, поступила в лучший педагогический вуз России и стала обучаться она преподавателем. В процессе обучения так спонтанно случилось, что мы стали делать мероприятия в своем институте. Это было, по-моему, 8 марта. И сначала ты режешь какие-то бабочки, сердечки, а потом ты не можешь остановить этим заниматься и понимаешь, что это твое. Это начался большой путь, после которого я не смогла остановиться. Я стала много заниматься мероприятиями, ивентами, коммуникацией с людьми. И в какой-то момент появилась большая цель – объединить студентов, создать свою команду. И, собственно, так и получилась первая студенческая ивент-организация United. Конечно, важный вопрос разговора об инновациях – это вопрос о том, что получают студенты с этого. Не просто история про наши гипотезы, что мы положим в будущее, но вот то, что уже сейчас есть в виде конкретного профита каждый день. И здесь, конечно, говорить о многих вещах, которые для нас уже кажутся привычными, потому что реализуются в университете не первый год, но при этом они, конечно, меняют практику работы для студентов. Ну, это начинает вполне в раме привычных. О истории про выбор элективных курсов и специальной цифровой платформы. Это история про онлайн-курсы, которые становятся все больше и больше доступны студентам. Это история про сообщество студентов, когда они вовлекаются и в кураторство, и в другие направления. Но самое важное, что меняют все эти инновации, они фактически создают другую среду для студентов. Это среда, которая, с одной стороны, более дружелюбна, то есть позволяет студенту легче достигать тех потребностей и желаний, которые он хочет, а, с другой стороны, это среда более мотивирующая. Когда я вижу много разных возможностей, много разных моментов, где я могу достичь других результатов, я начинаю их пробовать. В этом смысле, конечно, огромная история со всей внеучебной активностью, которая происходит в университете, и то инновационным форматом, как она организована. Конечно, это один из примеров того, как меняется это в конкретных и текущих ситуациях. Надо сказать, что на самом деле, иногда для студентов напрямую это может быть не видно. Потому что, когда мы управляем университетом, меняем университет, мы перестраиваем во многом внутренний процесс. Например, вся история исследовательской политики. Она может быть не видна для университета, как инсталлируются исследовательские протоколы. Но появление системы гарантирования студентов, когда они могут на свои исследования получить деньги, это, конечно, такая явная точка изменений. Или история про оценку. Опять-таки, мы долго ведем исследования про то, когда же они по-другому устроены компетентности у студентов, и студенты могут не видеть этого процессора. Но они потом видят, как устроена система сертификации. И что разные форматы оценки, разные системы оценки и компетенции к ним попали, они прошли через них оценку, и дальше они более эффективны, более востребованы на рынке труда с этими сертификатами по компетентствам или оценками. Поэтому эта история такая вот на грани. Она вроде бы не видна студентам, но она значительно меняет их среду, то пространство в широком смысле, в котором они живут каждый день. Я занимаюсь развитием городской среды. Сейчас я работаю на ВДНХ, в департаменте стратегического развития и управления территорией. Создаю волонтерское движение. Кстати, очень хорошо получается применять тот опыт, который я получила внутри университета, вне учебной деятельности. Я являюсь менеджером волонтерского центра. И это безумное количество информации, безумное количество поддержки в моих навыках, в моих компетенциях, уже, я бы сказала, для меня это стало чем-то профессиональным. Оно помогло мне на работе и помогает до сих пор. И я хотела бы развиваться в этой среде, идти дальше и покорять Москву, покорять Россию новыми клевыми идеями, с новой клевой командой. В целом, в МГПУ создана такая большая-большая система обратной связи от студентов. И это очень важная почва для работы администрации, которая всегда обращается к своим студентам с каким-то вопросом и ничего не делает без мнения студентов. Это к вопросу, опять же, о самоуправлении. Это к вопросу о деятельности администрации не только для того, чтобы наш университет повышал свои рейтинги в каком-то плане образования. Это для студентов, чтобы они радовались тому, что они поступили в Московский городской. Для меня это была в первую очередь крутая возможность. И возможность доказать себе, что я крутой специалист своего дела, что я могу победить не только в отборочных этапах, но и дойти до финала. И как мне посчастливилось одержать победу. Также это очень сильно учитывается при поступлении на работу, потому что многие работодатели, видя сертификат WorldSkills, обращают на это внимание, и вы являетесь приоритетом для прохождения на эту работу. Если бы, не знаю, 4 года назад, мне бы сказали, можно поменять жизнь и заняться чем-то другим, изменять какой-то факт, изменить какой-то день, я бы, не задумываясь ни на секунду, прошла бы то и прожила бы каждый день, который был в университетской жизни у меня вот все эти 4 года. Любая мелочь, вот все, что ты делаешь, начиная от вырезания снежинок и каких-то постиков в Инстаграм, обязательно, совершенно точно, когда-нибудь пригодится в работе, и ты скажешь себе тогда спасибо за то, что это было, и спасибо университету за то, что дала такие возможности. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok